Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. При половине пятидесятницы взыди Иисус во церковь, и учаше, и дивляхуся Иудеи глаголюще, как о сей книге весть не учився, отвеча оба им Иисус и рече, Мое учение несть Мое, но пославши Гомя, аще кто хочет волею Его творите, разумех о учении, кое от Бога есть, или аз о себе глаголю, глаголи о себе славы своия ищет, а ища и славы пославши Гого, сей истинен есть и несть неправды в нем. Не Моисей ли даде вам закон? И никто же от вас творит закона? Что меня ищите, убите? Отвеча народ или че? Бес или имаше? Кто тебе ищет, убите? Отвеча Иисус или че им? Едино дело сотворих, и все дивитесьи. Сего ради Моисей даде вам обрезани, не яко от Моисея есть, но от Отец, и в субботу обрезаете человека, аще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев. Намяли гневаетесь, а яко всего человека здраво сотворих в субботу? Не судите на лица, но праведный суд судите. Глаголаху уба нетцы от Иерусалимлян, не сей ли есть, его же ищут убити. И сей не обвинуясь и глаголит, а не часов же, ему не глаголют. Еда, как а разумеша князи, яко сей есть Христос. Но сего вемы, откуду есть Христос? Христос же игда приидет, никто же весть, откуду будет. Возва оба в церкви, уча Иисус и глаголя. И мне вести, и вести, откуду есть, и о себе не прииду. Но есть истинен послав имя, его же вы не вести, а звем его, яко от него есть, и то имя посла. Исках уже да имут его, и никто же возложи на нь руки, яко не убе пришел час его. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Христос Воскресе. Сегодня среда, 6 мая, в этот день церковь предлагает для нас Евангелие от Иоанна, 7 главу, с 14 по 30 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону, за что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из Иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? «Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я? И я пришел не сам от себя, но истинен, пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Итак, вот этот евангельский отрывок, он хронологически несколько в Евангелии от Иоанна звучит и поставлен как бы не совсем на своем месте. Напомним себе о том, что этот отрывок должен следовать за рассказом об исцелении больного в купальне, который совершает Господь в субботу. И вот после этого Христа осудили за то, что он исцелил больного человека в субботу, тем самым нарушил закон. И здесь Господь показывает, что искал лишь славы Божьей и что в его поступке, в общем-то, нет ничего плохого. И дальше его речь с неким осуждением обрушивается на фарисеев и законников. В общем-то, вот преамбула к этой беседе и непосредственно то содержание, которое здесь мы с вами можем услышать и увидеть. Иудеи, начинает Евангелист Иоанн в 15 стихе, дивились, откуда он и как он знает Писание, не учившись. То есть для них его проповедь, в общем-то, была несколько сомнительной в том плане, что всякий фарисей, он был учеником того или иного великого раввина. И поэтому всякий, кто имел право толковать Писание или толковал Писание, он ссылался на авторитетный источник. И вот здесь, в общем-то, иудеи хотели отчасти подловить Христа, спрашивая, откуда ты и откуда ты знаешь Писание, не учившись, ни у кого не учившись. И если бы он сказал, например, что мне не нужен никакой учитель, я сам от себя толкую Писание, то здесь его проповедь была бы обречена на провал и фиаско. То есть в традиции такого быть вообще не должно, и он попросту выглядел бы обманщиком. Но здесь Господь отвечает им совершенно иным образом. Он говорит, что мое учение не мое, но пославшего меня. Итак, а кто послал его? И вот здесь, опять же, разговор Христа переходит в область отчасти очень тонкую и искусительную для иудеев. Здесь Господь вновь свидетельствует сам о себе и о своем мессианстве. То есть вот здесь, казалось бы, речь идет о том, как он имеет право толковать Писание. Речь идет, далее Господь переводит эту область в вопросы те, что он имеет право, и его учение не есть его, он производит его не от самого себя, но от того, кто послал его. И дальше вот очень тонкая мысль здесь звучит, что кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Дальше он переводит тему на вопросы мессианства, на вопросы закона, обличая фарисеев и книжников. И здесь же звучит тема смерти, что Христа хотят схватить и убить. То есть за то, что он себя делает равным Богу и вообще смущает народ по всем, скажем так, по всем параметрам. Итак, вернемся еще раз к 17 стиху. Кто хочет творить волю Отца Его, тот узнает о себе мучении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Итак, если вы хотите исполнить волю Божью или исполняете Божью волю, то вы поймете, кто такой Христос. Вот это парадоксальная вещь, но она, так сказать, понятная и очень глубокая истина одновременно. С другой стороны, эту фразу можно перевернуть, что если ты хочешь увидеть, что хочет Бог и кто такой Бог, взгляни на Христа. И наоборот, если ты хочешь понять, что хочет Бог от тебя, что хочет, каково учение Христа и откуда оно произошло, то исполни волю Божью. То есть вот такая взаимная связь здесь проходит и она очень тонко нам показывает на единство Сына Божия, то есть Христа и Иисуса с Богом Отцом. И их согласие, скажем так. И понятно, что здесь сама мессианская тема напрямую и очень ярко открывается для нас. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен и нет неправды в нем. Итак, я не ищу воли моей, говорит Господь, но воли пославшего меня. Я пришел не нарушить закон, но исполнить его. Итак, то есть Христос исполняет волю Божию, он исполняет то послушание, которое дал ему Бог. Если мы посмотрим, как говорит Господь, что я не ищу славы для себя, это означает, что я полностью послушен тому, кто послал меня. И 19 стих. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? Ну, очень страшные слова, наверное, для тех, кто всю жизнь выполнял закон в самых мельчайших деталях. И Господь говорит им, вы, никто из вас не поступает по закону, за что ищете убить меня? Никто из вас не поступает по закону. Как так вообще этот человек мог бы произнести такие слова? Естественно, за эти слова они готовы были растерзать его. Итак, дальше Господь приводит очень простой пример, закон Моисеев об обрезании. И обрезание совершалось на восьмой день после рождения. Естественно, очень часто обрезание могло выпадать в день субботний, в день покоя. То есть обрезание имеет как бы две стороны. Это с одной стороны медицинская операция на одной части человеческого тела. А таких частей тела у человека, как считали иудеи, 248. Кроме того, обрезание это своего рода увечье, которое человек сам себе наносит. То есть представляет себе удаление одной из частей тела. И тем самым Господь спрашивает фарисеев и книжников, как вы можете порицать меня, спрашивает Господь, за то, что я исцелил тело человека. Еще раз напомню себе, что беседа проходит после исцеления человека возле купальни. Когда вы позволяете себя увечить в субботу. То есть этот аргумент, конечно, был очень сильный. И здесь уже ответить Христу ничего никто не мог. Итак, Господь совершает благое дело, за это его осуждают. За то, что он совершил это дело в субботу. На меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Все. После этого аргумента фарисеи ответить Христу ничего не могли. И здесь уже евангелист Иоанн переводит беседу в другую область. И здесь кто-то из Иерусалима спрашивал, а не тот ли это, которого ищут убить? И далее идет рассуждение народа и Христа о том, на самом деле, кто есть Христос. Ну вот еще в 24 стих отметим для себя. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Вот вопросы суда, конечно, всегда остаются для человека очень тонкими и щепетильными вопросами. И Господь всегда нас научает о том, чтобы мы не судили по наружности, чтобы мы вообще хоть сколько-то себя ограничивали от этого действия. Потому что каким судом судим, таким судом и будем судимы мы с вами. И вот здесь Господь говорит, не судите по наружности, но судите судом праведным. То есть, всмотритесь в глубину и в сущность того, что происходит вокруг вас. Итак, дорогие братья и сестры, вот такое Евангелие слышим мы в сегодняшний день с вами. Мы читали Евангелие от Иоанна, 7 главу с 14 по 30 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова